Привет, друзья! Вы на канале Деревский Заколхоз. Мы находимся в Крыму. Бакчисарае. Приехали сюда, Бакчисарайский дворец посмотреть. Он оказывается весь в ремонте. Как бы еще больше. Мы недавно там были, несколько лет назад, и я снимал очень многое. Там было открыто еще, у меня видео есть. Сейчас мы пришли, тут, наверное, процентов 20 работает. Надо брать экскурсии, билеты недорогие, там 200 рублей всего лишь, там, вместе с экскурсией на взрослого. Погулять можно, но мы туда не пошли, решили время не тратить. У меня просто Риночка, тут Татьяна Викторовна хотят посмотреть Крым в миниатюре, так можно сказать. Тут много всех таких достопримечательностей собрано. В общем, зайдем посмотрим. Уменьшенные, так сказать, копии. Прогуляемся. Я тут снял видео, как пройти туда Каннскому дворцу с парковками и так далее. Людей сейчас здесь вообще нет. Очень много, как бы, бесплатных парковок, но они чисто номинально бесплатные, потому что первые 15 минут, как говорится, а дальше уже идет оплата. Так, идем? Ого, я не знаю, посмотрим. Тут есть еще зоопарк, смотрите. Ну и вообще, вот эта карта, он, конечно, огромный, друзья, а тут можно заблудиться. Здесь только три парковки, чтобы вы понимали. Три парковки! Смотрите, кто здесь спит. В общем, я так думаю, здесь нужно, конечно, на целый день. Просто на целый день. Симферополь, да? Международный аэропорт Симферополя. Потрясающе. Здесь даже можно послушать, что говорит Диктор. Классно, да. Ну, однозначно, я уже вижу, друзья, однозначно стоит посетить. Вот, особенно там, если вы с ребенком и так далее. Там вот для малышей есть какие-то скульптуры, такие сказочные персонажи. Есть для любителей животных даже. Отдельный зоопарк. Я так думаю, в тот зоопарк, скорее всего, будет дополнительно оплачиваться. Так, это у нас железнодорожный вокзал Симферополя. Обратите внимание, какая красота. Вот так вот, как будто мы с вами, да, на квадрокоптере. Удивительное место. Я, наверное, все вам показывать, конечно же, не буду. Но так вот, хотя бы первоначальные такие какие-то эмоции и так далее. Александр-Невский собор, это уже... Да. Это тоже Симферополь. Это, наверное, по городам здесь идет, скорее всего. И вот, что больше всего мне нравится, это, посмотрите, вот здесь даже попытка... Видимо, деревья такие же растут там вокруг. Вот я точно не могу сказать крымчане, кто будет смотреть, пожалуйста, поскажите, так или нет. Но вот весь Крым в зелени практически утопает. По крайней мере, люди стараются все это озеленять. И я не удивлюсь, что и там вот именно, где эти стоят здания, вот допустим, кинотеатра Симферополя, рядом какой-то парк красивый и так далее. А я-то и думаю, где у нас сегодня все люди в Бахчисарае. А в самом дворце людей практически нет. У нас была просто такая интересная информация, что он вот еще работает, открыт. Так, это храм Ивана Претеча, это Керчь у нас. Так. Женская романовская гимназия в Керчи, посмотрите. И как бы, я смотрел тут крымчан, некоторых у нас людей, и было такое ощущение, что Бахчисарский дворец просто открыт. А на самом деле, да, фантастика. Дорогие друзья, это просто, это похоже генуэзская крепость. Я говорю, если могу ошибаться в миниатюре, так вот. Это у нас, наверное, судак уже идет. Да, друзья, это фантастика, конечно. Я думал, будет все так, знаете, как бы вам это объяснить. Ну, так и леповато и так далее. Тань, кайф вообще просто, посмотри, классно. Просто, смотри, генуэзская крепость даже есть. Там литературно-мемориальный музей Александра Грина. Вот тоже обратите внимание. В Крым ехать, это нужно, я не знаю, тут, наверное, на год, на два года и так далее, чтобы хоть какую-то малую часть вот этой красоты всей посетить. И то вряд ли мы это сделаем, потому что невероятное количество здесь достопримечательностей. Тут разные культуры, этносы, тут народы просто в разные века жили. Так, это у нас дворец Днегини Гагариной. Вокруг дворца был разбит парк. Ну, там, да, тут Крымово, это везде, конечно, просто везде. Исландцы, Италии люди строили. Просто потрясающе. Вот смотрите, какой храм. Храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Удивительно просто. Это, наверное, светился он. Так, интересно. Восточное побережье, юго-восточное, в селе Малореченском. Вы представляете, я бы даже никогда не услышал о таком. Просто никогда. А вот здесь я это чудо увидел. Невероятно просто. И вот они все люди. То есть они не в Бокчисайском дворце. Они, скорее всего, там были. Мы уже встретили очень много ребят, таких, кто приходит. Разворачивается, уходит. Вилла Мечта. И все это красиво. Вот кто хочет для себя там какие-то дома сделать, построить, да. Я хочу убедиться, это Генойская крепость. Все-таки, ну, в общем, похоже, да. Точно, Генойская крепость в Судаке. У меня оттуда видео есть. Просто фантастическое место. Вот одно из тех мест, куда я бы хотел вернуться. Вот как Гора и Петрий. Бокчи-сарай. Вот это даже ханские двори. Чуфут-Калея там, да. Вот это все. И, конечно, Генойская крепость однозначно. Она здесь более в таком даже восстановленном виде. Можно посмотреть, как она была. Это, по-моему, даже Ласочкино гнездо, друзья. Да, очень похоже. Да, это оно. Посмотрим. Действительно. Там, кстати, рай для котов у нас. Там очень много котов живет. И посмотрите, да, в разных стилях архитектурных. Это дворец Ясная Поляна. Это в Гаспре. Галицинский дворец. Графини Паниной. Просто невероятная красота. А еще и денег. Домик Чехова Ялта. Вот я туда ходил. Он сейчас там на реставрации. Там уже, кстати, и закончили уже реставрацию. Надо тоже прогуляться, посмотреть. Дворец. Фантастика просто. Представляете, сколько нужно финансов, чтобы посетить. Это за каждый там дворец заплатить. Там в парках там бесплатно. Как бы Воронцовский или Вадийский дворцы, да. Дальше все. Мы платим. Так. Это, наверное, в Ялте. Да, точно. В Ялте. Я его видел где-то, когда мы в Ливадийскую дворцу как раз ходили пешком. Так. Ну, смотрите. Церковь Воскресения Христового. И вот это все как бы в таком... Тут еще и подсветка есть, друзья. Смотрите. А сам парк, я не обратил внимания на парк. Смотрите, какие здесь растения. Фонтаны. Ну, удивительно. Ну, просто удивительно. Воронцовский дворец там. Кстати, мы так до сих пор в парк и не сходили. Обратите внимание. Тоже по типу, как Генуэйской крепости. Что-то вот так вот. Какие-то черты. Так. И когда ты там гуляешь, вот всего масштаба не понять. Очень там интересный спуск к морю я спускался. Посмотрите, тоже видео есть в плейлисте путешествия по Крыму. Действительно, это бастион. Какая-то крепость. Не просто дворец, а какая-то крепость. Замок настоящий. Я даже не предполагал, что на крыше вот так. Потрясающе. О, и то есть, вы что, рыбы, да? Вы специально корму взяли, да? Да, это потрясающе. А однозначно здесь на целый день нужно приходить. Ну да. И просто наслаждаться вот этой красотой. Получается, у нас сейчас дворец здесь, в этом месте.